Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истинно Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро рассказ для мужчин на тему Ее секреты от вас. Что она скрывает и в чем не хочет признаваться. Посмотрим ее тайны и секреты. Что она думает сейчас о вас, что происходит в ее жизни, что дальше будет между вами и все о ней и о вас. Вспоминайте вашу женщину, притягивайте ее сейчас сюда. Итак, давайте для начала посмотрим, что между вами сейчас происходит. Какая ситуация сейчас между вами. Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен. Каждый комментарий я читаю. Спасибо вам огромное за подписку на канал, потому что те ролики, которые я выпускаю, я понимаю, что выпускаю не зря, что вы получаете для себя всю интересующую информацию и ответы на свои вопросы. Надеюсь, что после просмотра данного Таро расклада вы также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие ролики. Итак, вот знаете, какая ситуация вообще между вами. Вот приходит такое вот ощущение, что приходит мечта, которая не исполнилась. Какие-то разбитые иллюзии, вот что-то не получилось. Выходят эмоциональные качели в ваших отношениях. И на данный момент отношений нет. Они разрушены. Какая-то мечта и надежда из-за этого не исполнилась. Вот вы приходите светлым человеком со своими чувствами, со светлыми чувствами и всегда пытались в отношениях с ней сглаживать конфликты. Вроде и злитесь на нее, понимаете, что она накосячила, что все-таки вот она здесь должна это все пытаться разруливать. Но проходит время, и как отпускает уже обида на нее, понимаете, что вот такая она сложная, находите ей кучу оправданий и пытались, возможно, уже не один раз идти к ней на примирение. Но после последнего раза вот как-то все затянулось. Хотя такая история у кого-то могла уже повториться. Знаете, вот ссоритесь, сходитесь, там что-то нам где-то в чем-то косячи, что-то говорит, уходит, снова потом восстанавливается все, соскучились через время и опять на те же грабли. Вы выходите любящим, заботливым человеком, и когда вы реально любите, вы готовы все отдать. Вот все отдать для отношений, все отдать для этой женщины. Вы хотели, чтобы с ней все было хорошо и равноправно. Какой-то равноценный обмен. Обмен энергиями, обмен чувствами, обмен заботой. Ну вот что-то такое, чтобы здесь было. Но что-то здесь не вышло. Произошли перемены. Кто-то из вас ушел из этих отношений. И здесь у всех разные выходят отношения, у всех разные ситуации, потому что много людей сейчас смотрит. У кого-то было постоянное перетягивание каната. Кто прав, кто виноват, кто главнее, важнее в этих отношениях. У кого-то женщина манипуляциями была в отношениях ради своих каких-то благ и ресурсов. Один вез эти отношения, а другой просто пользовался этим. Возможно, она транслировала, что она умнее, она лучше что-то знает, а вы просто ничего не понимаете. И то ей не так, и это как будто показывало свой авторитет и хотело, чтобы вы перед ней склонялись и боготворили ее. Хотя вы сами ей эту корону и одели. Кто-то из вас, знаете, вот пытался ей доказывать, что вы в этих отношениях мужчина. И вы для нее сделаете как лучше. А она как будто и слышит, ничего не хотела, настаивала на своем. Также, если вот просматривать ваши отношения, то здесь могут вмешиваться и вмешались третьи лица. Это друзья, подруги, родственники, психологи. Или же из-за другого мужчины произошел здесь раскол ваших отношений. У кого-то она этого мужчину выдавала за друга, коллегу по работе. Но оказалось все не так. Вы могли поначалу верить, вы могли поначалу думать, что вот все-таки это так есть по реальности, но при этом при всем все оказалось совершенно по-другому. Она могла манипулировать тем, что если ты будешь так себя вести, я уйду от тебя, или уйду к другому, или у меня много ухажеров, или вот я тут такое терпеть не буду, и стоит мне только захотеть, или вот только я это все захочу, и все просто, я поставлю эту точку. Или же могла говорить о том, что никто никому здесь ничего не должен. Много манипуляций, в общем, с какой-то с ее стороны идет. И эмоциональные качели. Отношения сейчас между вами холодные. Вам уже самому надоело уже в эти отношения вкладываться, потому что это как игра в одни ворота. Такое ощущение, что эти отношения держались именно на вас. А сейчас вы не несете на себя их отношения разрушены. Давайте посмотрим, для чего вас судьба свела и развела. Дорогие мои, напоминаю о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад, пожалуйста, пишите вайбер, телеграм, ватсап. По номеру телефона, который указан здесь под видео, на телефонные звонки, для записи на персональный второй расклад я не отвечаю. Для записи, пожалуйста, пишите вайбер, телеграм, ватсап. По номеру, который указан здесь под видео. Персональный второй расклад платный, длится в течение 45 минут. Вы задаете в течение 45 минут все интересующие вопросы, получаете на них ответы. И традиционно совет карт для вас от высших сил. Поэтому для записи, пожалуйста, пишите в Viber, Telegram, WhatsApp. Итак, для чего у вас судьба свела и развела? Ну, знаете, такой идет урок, который был сделан для ваших совместных проработок. Потому что это были не гармоничные отношения, а постоянные выяснения отношений. Постоянное перетягивание каната. И то, что любите и кружите меня со стороны женщины только. Знаете, все для меня делать, я тут сама вкладываться, ничего давать не буду. Вот поэтому здесь такие вот уроки и были даны. Такое ощущение, что в этих отношениях вы начали себя ощущать морально одиноким. Она как далека от вас, что ли. Ну, не только, возможно, расстоянием, а и мыслями, чувствами. Как будто бы находились с ней, общались с ней, а где-то вот такая вот по холодности, по своим отношениям, где-то очень далеко. Что бы вы здесь для нее не делали, она воспринимает это как должное. И как, вот знаете, что бы вы ни делали, как бы ни вкладывались, ей все равно мало. Вы хотели для нее всегда казаться лучшим. Все для нее. А с ее стороны, знаете, идет как самолюбие такое. Особо любви в вашу сторону, там, поддержки от нее я не вижу. Она бы забрала все ваши ресурсы, если бы могла бы понимать. Вот настолько вот идет какая-то вот манипуляторша, меркантильная. Что-то у нее здесь какой-то свой интерес присутствует. Но, к сожалению, она здесь для себя это сделать не может. За вами периодически идет контроль с ее стороны, даже ревность. А вдруг у вас кто-то здесь появился или у вас отношения с другой женщиной. Потому что считают, что что бы ни случилось, вы должны только ее ждать, любить и превозносить. Вот понимаете, опять же, почему она начала так думать? Потому что вы начали транслировать себя по-другому. Вы начали действовать как-то по-другому. Если раньше пытались возвращать, разговаривать, что-то менять, то уже такое вот ощущение, что просто закрылись, ушли там свои какие-то работы, какие-то проблемы, ремонты, не знаю, скажем так, свои вопросы. И из-за этого она поняла о том, что вы начали вести себя по-другому. И начала как-то очень сильно за это все задумываться. Что может быть вы все-таки на кого-то переключились. Вы здесь даже как ревность какая-то просыпается. Но у вас друг к другу идет недоверие. Вы как будто устали стучаться в закрытую дверь. Она не дает любви нормальной, она не дает нормальных отношений, не пускает в свою душу, а только забирает. Вы только отдаете, отдаете, а взамен с ее стороны отдачи никакой. У кого-то прямо здесь семья разрушилась или серьезные отношения. Но в общем движения здесь никакого нет. Много манипуляций со стороны женщины. Она пыталась показать себя легкой, воздушной, доброй, а оказалась не той, кем она казалась. Знаете, как хищница такая вот внутри. В принципе она знает, как найти подход другим людям. Она знает, как себя преподнести хорошо, как себя преподнести правильно. Но по факту, знаете, очень много непроработанных моментов в ее душе, в ее жизни. Поэтому идет такая вот ситуация, что эти уроки, они были специально вам даны и ей даны, чтобы и вы здесь поняли о том, что нельзя так вкладываться, играть в одни ворота, скажем так. Всегда должен быть взаимный энергообмен. Потому что, ну, когда один что-то отдает, а другой только получает. Но это тоже как-то не совсем правильно. Давайте посмотрим, какие тайны она от вас скрывает, в чем она здесь хочет признаться. Ну, давай-ка, расскажи-ка нам здесь, какие тайны ты здесь хочешь рассказать. Так, какие тайны. Ну, слушайте, кто-то из вас знает, что у женщины есть общение, отношения с другим мужчиной. Вот как будто бы вы просто-напросто вот это все понимаете. Понимаете о том, что здесь кто-то еще мог повлиять, кто-то мог вмешаться еще в эти отношения. Кто-то может догадываться, что здесь все-таки повлияли третьи лица. Возможно, подружки, там, опять же, родственнички, какие-то советчики. Вот кто-то здесь мог вмешаться. А у кого-то прям, ну, четко проходит другой мужчина, который вот здесь на это все повлиял. Опять же, это может быть какой-то коллега, друг по работе, да, которого там говорили, там, это просто друг или что-то такое. Вот вы как-то вот поняли о том, что все произошло из этого мужчины. Опять же, не у всех. У кого-то просто как идут советчики. Кто-то, как, знаете, ну, повлиял именно как с подружек, родственников. Такое тоже может проходить. Она понимает, что, знаете, вот ее тайной сейчас является то, что она много думает о вас. Особенно в последнее время. Прокручивает какую-то ситуацию, которая между вами произошла. Понимает, что вы от нее закрылись. И больше не ведетесь на ее манипуляции. И она мыслями начинает думать, почему. И сейчас у нее внутри идет много противоречий. Хочет, чтобы вы снова ее добивались, поднимали ее значимость. Вернули для нее какую-то стабильность. И, возможно, эта стабильность проходит материальным. Чтобы она снова стала императрицей. У нее сейчас проблемы по финансам, да и в общем по жизни проходит, которые вы многие помогали ей тут решать. Но она сама во всем виновата. Сама до этого довела. Понимает, что вы отвернулись от нее, закрылись как бы и понимает, что сама тут накосячила. Ностальгирует она по прошлому с вами, потому что много чего получила от вас. И взамен, опять же, ничего не отдавая. А сейчас она как будто бы, знаете, этого всего лишилась. Если там рядом у нее есть другой мужчина, то она понимает, что сглупилась с ним. Что он не дает ей половину того, что давали здесь ей вы. Она думала, что вы у нее всегда будете на коротком таком поводке. А вы показали ей, что нет. Мне надоело твое отношение к себе. И ушли в решение, опять же, своих проблем, своей жизни. И заставили все-таки ее задуматься. В этих отношениях вы много чего ей отдали. Остались вот без сил, ресурсов, возможно, денег. Потому что здесь кто-то прям так складывался в нее нормально. Много чего она от вас получила. И она хочет восстановить все, чтобы и дальше вами управлять. Но много чего здесь сделано, сказано. И вы можете сами уже не захотеть входить в эти отношения. Потому что, опять же, кто-то узнал за этого другого мужчину, за обман, за предательство. И понимание того, что, а нужна ли она мне вообще сейчас после такого всего. Она могла что-то обещать, говорить, но это все оказалось пустое. Давайте посмотрим, что здесь еще она, возможно, хочет сказать в данной ситуации. Что еще она хочет здесь сказать в этой ситуации. Так, смотрите. Ну, сейчас она сама как будто бы вынуждена разбираться со своими проблемами и вопросами. Много негатива у нее внутри. Какой-то постоянной неудовлетворенности от всего. Почему она ни с кем не может построить нормальных отношений. Вы знаете, как-то она это все думает. Как-то вот бедная страдалица. Она как в постоянном дисбалансе находится. Потому что, знаете, хочется сказать, что, ну, слушай, дорогая, ну, ты как бы сама виновата в том, что у тебя в твоей жизни как бы сейчас происходит. Она выходит такой авторитарной, подавляющей женщиной, в каких-то мужских энергетиках, пытается делать так, как ей выгодно, не обращая внимания на нужду партнера. И сейчас держит все в себе. И не собирается ничем делиться. Вот потому что не доверяет она другим. Может одевать одну маску, а при этом, при всем, то, что хранится у нее внутри, то, что происходит у нее это внутри, она это все, знаете, вот, держит от всех. Не доверяет она другим. Вот, ну, не хочет доверять свои переживания, страхи, и пытается это все не показывать. Держит сейчас все в себе. Сейчас как внутреннее одиночество. И много негатива внутри. И у нее сейчас идет как проработка, и она никак ее не пройдет, понимаете, потому что никак не поймет именно свои ошибки. Ее прошлые отношения практически всегда заканчивались одинаково, из-за того, что она никак не проходит свои уроки, и ничего все-таки здесь не понимает. И она как постоянно внутри одинока. Вот много негатива из чувств по жизни. Вот, знаете, как бы вот много негатива из-за того, что она только постоянно манипулирует. Вот, из-за этого жизнь и судьба ее наказывает. Она даже вами манипулировала, или пыталась манипулировать, вы как-то это все осознаете. А если вы не поддавались на ее манипуляции, то такое ощущение, знаете, что она даже как в лице менялась, становилась холодной, отстраненной. Вот не трогайте меня. Вот вообще все должно быть так, как я сказала, или никак. Ей нужно пройти эти уроки. И она снова их проходит. У нее полный хаос сейчас в ее жизни. Отсутствие полнейшей стабильности. С деньгами проблемы, даже может выпивать, даже как-то, вы знаете, вот что-то, какие-то гульки может уходить, чтобы забываться. Но внутри она как пустая. Пустая за свое какое-то предательство, обман, ложь, все возвращается ей бумерангом. Мечтала она о многом, но ничего не получила. Она переживает внутри себя и как-то отстранилась от всего. Она как застряла в чем-то, нет каких-то перемен, внутри холодная. И пока она ничего не поймет, будет только все терять. И не придет чувство удовлетворения ее. Но чувство вины от нее я здесь не вижу. Знаете, вот жизнь еще ее поломает. Но это будет время. Это, знаете, как ей дается еще такой второй шанс, чтобы она что-то еще здесь осознала. Если она не осознает, она много здесь еще что потеряет. Итак, дорогие мои, традиционно смотрим совет карт для вас от высших сил. Советом карт здесь проходит восьмерка земли. Карта, интуиция, чутье, выбор. Карта говорит о том, что прислушайтесь к себе. Только вы знаете, как лучше для вас. Ваша интуиция, то, что вам сейчас подсказывают на данный момент времени, по поводу этой женщины, по поводу того, что она тут еще проявится, что будет делать какие-то шаги, что вот как бы, как с ней дальше поступить, это все правильно. Ваша интуиция сейчас может вам очень во многом подсказывать. По работе, по деньгам, по каким-то переменам. Прислушайтесь. Потому что тот выбор, который вы сделаете, те шаги, которые вы сделаете, они будут сделаны именно правильно. Итак, дорогие мои, надеюсь, что после просмотра данного второго расклада вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие ролики. Жду ваши лайки, комментарии, срезонировал ли вам данный расклад. С вами была я, Катерина. Пока-пока.